В Ленском речном порту боевая готовность сотрудники ожидают первый груз для Алроса. В Ленск прибыло первое судно Алроса-Лена. Первый груз для компании преодолел путь почти в тысячу километров. В целом за последние 10 лет количество судов в обществе увеличилось втрое. В прошлом году Алроса-Лена перевезли рекордное количество груза. Для речников начинается долгожданная навигация. В 2023-м планку снижать не будут. Настрой экипажей внушает только оптимизм, лишь бы река не подвела. Недаром говорят, что все течет, все меняется. И в одну реку не войти дважды. Речники знают это не понаслышке, ведь компания Алроса-Лена к своему 25-летнему юбилею успела пройти столько испытаний и нововведений, что этот путь уже по праву можно назвать большим плаванием. Протяженность внутренних водных путей России составляет около 102 тысяч километров. Из них транспортная сеть Якутии около 22 тысяч. Это почти пятая часть водных путей страны. Руководство компании приняло решение на базе дочернего общества создать свою собственную судоходную компанию. «Хочешь сделать что-то хорошо? Сделай это сам». Этой истиной и руководствовалась Алроса, когда решил основать собственную судоходную компанию Алроса-Лена. В навигацию 1999 года объем перевозок предприятия составлял около 65 тысяч тонн грузов. Флот состоял из семи нефтеналивных и сухогрузных судов, а коллектив насчитывал 90 человек. «Люди, которым недалеко за 40, и у них одна запись трудовая, они работают до сих пор в судоходной компании с первого дня своей трудовой деятельности». Сегодня предприятие осуществляет деятельность по перевозке всех видов грузов в бассейне реки Лена. «Алроса-Лена» – важное звено в логистической цепочке группы «Алроса», ведь обеспечивает транспортировку грузов внутри всего региона. Компания способствует развитию алмазной промышленности и экономике Якутии в целом. «Нашей задачей было и остается полный контроль и своевременная доставка всех грузов для нужд компании». «Регион в целом развивается, сюда приходит много подрядчиков, много недропользователей, и ни один крупный проект в регионе не обходится без речного транспорта. Объем грузов, который из года в год прибывает в регион, то, наверное, 85% смело приходится на речный транспорт». За последние 10 лет «Алроса-Лена» значительно нарастила провозные возможности. С 2001 по 2010 год компания пополнилась 11 единицами флота, а с 2010 и по сегодняшний день добавилось еще 12 судов. Самоходные суда оборудованы современными средствами связи и навигации. «Основная задача модернизации судового флота на «Алроса-Лена» это обеспечить транспортную безопасность компании». «Наши суда оборудованы новейшими радиолокационными оборудованиями. Также установлена телевизационная система охранного наблюдения с целью необходимости обеспечения круглосуточного наблюдения за зонами транспортной безопасности». Появилась собственная ремонтная база, позволяющая сократить расходы и сроки зимнего судоремонта. Для грузовых перевозок компания располагает флотом общей грузоподъемностью в 31,5 тысячу тонн, в том числе нефтеналивной и сухогрузный флот. Сегодня численность предприятия выросла до 200 человек. Флот укомплектован опытными специалистами, в числе которых почетный работник речного транспорта и пять отличников речного флота. «Мы на сегодняшний день активно работаем с учебными заведениями, с профильными учебными заведениями. Это и с Исситровским речным училищем, и с Киринским речным училищем. Привлекаем молодых специалистов для прохождения производственной практики на наших судах». «Двадцать пять лет, как сообразование «Аллороса», я работаю капитаном на теплоходе Алексея Пахомова. Сейчас у меня на Алексея Пахомова сын. Младший работает механиком. В прошлом году продипломировался на капитана механика, работает механиком на моем теплоходе сейчас». Речные перевозки были и остаются безальтернативным вариантом в регионе, поэтому спрос на них растет с каждым годом. По итогам навигации 2022 года объем перевозок составил 371 тысячу тонн груза, а грузооборот – 372 миллиона тонны километров. «У нас ходовое время превышает стояночное, хотя у всех компаний, других, наоборот. А вот компания «Аллороса», то есть мы постоянно в движении. Погрузка-выгрузка, оформились и ушли. И также в пути не задерживаемся нигде». «Речной транспорт безальтернативный в нашей западной Якутии, и сюда мы завозим ресурсы». Приходит судно, приходит благая весть. Осознание, что от твоей работы зависит экономика не только многих предприятий, но и всего региона, воспитывает особо ответственное отношение к делу. Каждый капитан следит за безаварийной работой теплохода и качественной эксплуатацией каждого механизма и узла. Также в зоне его ответственности охрана окружающей среды и соблюдение техники безопасности. Но что интересно, такой серьезный подход легко уживается с речной романтикой в одной лодке. «Отец был капитаном, старший брат, капитанию сейчас на пенсии доходится. И я уже 46 лет отработал». «Ну, эта профессия меня привлекала с детства. Была романтика. Посмотреть речки, природу, ну и там за полярным кругом. Здесь я, в Белоруссии, уже работаю более 20 лет. Вот на этом искай именно на одном». «Детство прошло на пароходах сначала, потом на теплоходах». «Мы понимаем, что для людей, которые пришли в эту отрасль, для них больше ничего не существует, кроме речного транспорта». Уже 25 лет «Алроса-Лена» стабильно следует своему курсу на развитие, расширение и улучшение по всем фронтам. Из года в год компания продолжает открывать новые горизонты как для себя, так и для всего Алмазного края. «Миссия — сохранить то, что уже существует, дальше развивать судоходную компанию, повышать престиж профессии и все-таки беречь тот коллектив, который на сегодняшний день в судоходной компании существует». «Общество, созданное в период, как принято говорить, лихих 90-х, пережило много разных событий, но коллектив не изменил основной цели. Цели на созидание и развитие». Когда смотришь на историю этого предприятия, на все испытания, что были пройдены с честью и усердием, на трудолюбивую команду, что каждую весну с таким трепетом ждет выхода на воду, хочется пожелать «Алроса-Лена» лишь одного — продолжать следовать своему верному курсу, ну и, конечно, попутного ветра в паруса и семи футов под килем. «Приходит судно, приходит корабль, это какая-то благая вещь, значит, привез груз, значит, что-то делается, значит, что-то, раз приходит груз, значит, происходят какие-то, может быть, если это строительные материалы, значит, какая-то стройка идет, если еще что-то, то есть в любом случае направление грузопотока в наш регион — это хорошо». «Все, что происходит, все радости и горести, все равно на суть денег с экипажа посправляешь здесь». «Половина года — это второй дом. Здесь, как на теплоходе, как дома. Все должно быть. И порядок, и чистота. Ну и дисциплина — это в первую очередь». «Молодой, грамотный, дружный коллектив способны выполнять любые задачи». «Полинады» «Полинады» Субтитры создавал DimaTorzok